Доброго времени суток, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзорчике, ну вообще весь обзорчик будет снят на смартфон, это во-первых, во-вторых, у нас сегодня вот такой вот мобильный девайс Мобильный девайс, мы снимаем все на фронтальную камеру, поэтому по качеству извини, но зато мы снимаем не на нативное приложение, а на приложение Open Camera Эти петлички также работают с нативным приложением, но я дабы перестраховаться, поскольку в Open Camera есть функция выбор источника записи звука То есть если у вас есть какие-то проблемы с внешними устройствами, используйте Open Camera на вашем смартфоне, это не реклама, сам только сейчас ее установил И таким образом вы можете использовать сторонние девайсы, как я уже ранее это говорил Используем мы сегодня также гимбл, не знаю зачем, могли поставить в принципе смартфон и на штатив, но вот то есть можно в принципе такой сетап сделать, петлички гимбл и ходить записывать свои видосики Гимбл у нас, как понимаешь, на заднем фоне стояла коробочка Zhiyun Smooth X, двухосевой стабилизатор, компактный двухосевой стабилизатор Поступает все вот в такой вот лаконичной коробочке, заказывал я на сайте Amazon и примечательная история, что есть и на iPhone и на Android, то есть Type-C Прикольно то, что петлички две и можно использовать допустим при мобильном интервью, конечно, вряд ли кто-то такое проворачивал, но я думаю какие-то сценарии для этого всего найдутся В принципе у нас все лаконично, у нас внутри такой лоток, в нем лежал сам кейсик с петличками и тут у нас тупо проводок, большое место, но там просто проводок и больше ничего нет Очень хорошо использовать это устройство как plug-and-play устройство, тут не нужны никакие ни драйвера, ничего подобного Даже в принципе Bluetooth вам не нужен, поскольку это уже Bluetooth-трансмиттер стоит в Type-C гнезде и вы просто подсоединяете вашу петличку И вот так вот пишем уже на другую камеру, на основную, вот таким вот образом в принципе это все будет звучать Просто я сейчас не вижу себя и таким образом это все будет звучать Включим реверберацию, дабы наверняка знать, что мы пишем все-таки на смартфон И да, как понимаешь, в Open Camera можно еще и настраивать формат записи, то есть расширенный формат И в принципе Open Camera, с моей точки зрения, в некоторых, то есть можно писать в кодеке H.264 вроде бы как MPEG И он будет мэчиться с вашими файлами с вашего фотоаппарата, допустим, ну с камерой То есть мы зажимаем, если не стоит трансмиттер, то он мигает красно-зеленым Если стоит трансмиттер, то как видишь, он горит у нас зеленым, вот таким вот макаром Также у него есть шумоизоляция, нажимаешь один раз, горит один раз лампочка Это первый уровень шумоизоляции, шумодав, нажимаешь в следующий раз, два раза мигает лампочка Это второй уровень шумоизоляции И, соответственно, третий раз, как ты видел, три раза лампочка промигала Это, собственно, шумоизоляция третьего уровня Да, и один раз нажать и ничего, то есть просто лампочка будет гореть, тем самым шумоизоляция выключена Также есть возможность сделать Mute, два раза нажать на кнопку Power Теперь, я надеюсь, меня слышно, и нажать, то есть кнопки мониторинга, как я говорил, нет И если нажать три раза одновременно, включится реверберация Вот таким вот образом, как видел, там что-то красное загорелось Да, и таким же образом ее можно выключить Поставим на расстояние, вот таким вот образом это будет все слышно, если поставить вот так вот на расстоянии полувытянутой руки Выключим реверберацию Вот также опять красный индикатор был Что примечательно, у вас сразу получается Повесим, пожалуй, петличку Допустим, вот таким вот образом Можно сюда повесить Попробуем вот так вот это все сделать Что примечательно, что у вас сразу пара И есть возможность писать стерео Сейчас мы с вами это попробуем То есть зажмем кнопку Загорелся зеленый индикатор По идее Должно работать стерео То есть проверить в стерео наушниках То есть отдаляется ли второй канал Поскольку у меня вроде как стояла возможность писания стерео Я надеюсь Все мы до сих пор пишем через Open Camera Ну или как Google Camera В простонародье Так, уберем одну из петель Да И повесим на воротник Вот таким вот образом Да, у меня тут цепочка мешает То есть если мешает цепочка Хорошо вот сюда куда-то вешать Надеюсь посторонние шумы не будут попадать в запись В принципе Хорошая штука Было бы прикольно использовать еще ее и с камерой Поскольку допустим вставлять трансмиттер Тут что примечательно Тут написано что Расстояние до 20 метров То есть вы можете поставить где-то камеру Не знаю, по ранке допустим Если вы снимаете Можете эту петличку спрятать И у вас ни проводов, ничего нет Допустим ваш оператор стоит где-то в 20 допустим метров Лучше в 18 Топ 2 метра на прозапас скажем так было Тем самым вы можете писаться Самое прикольное что это петличка plug and play Есть также на iPhone Это у нас версия Type-C Стоит она недорого И что примечательно То есть вам не нужны никакие провода Не нужен никакой То есть не надо провод вставлять в ваш смартфон И не нужен никакой сторонний диктофон Или тому подобное То есть вы вставляете просто И скажем так погнали Это конечно очень хорошо Я попробую У меня есть переходник с mini на Type-C И если этот трансмиттер заведется То в принципе можно эту петличку использовать и с H1N Конечно сомневаюсь Но если это получится То вот оно видео Если нет То его как бы и нет То есть это невозможно сделать Производитель написал Что одна петличка держит примерно 6 часов И 80 мАч в одной петличке А в нашем кейсе у нас 800 мАч Чего хватит вам на 5 зарядок этих петель В принципе штука прикольная Поиграться можно Но как понимаешь Это все такая вот мобильная история Если ты снимаешь на телефон Или допустим тиктоки Кстати все как тут написано Все это поддерживается Тут конечно написано Weibo Weibo это тикток китайский И WeChat Facebook Instagram И Bilibili Или Bilibili это тикток их Короче неважно Можно использовать все это как plug and play И вот пожалуй Если можешь кстати зайти по ссылке в описании В мой тикток Если я буду использовать там эти петли Ты как бы там их увидишь С тобой как всегда был дядя Бен Желаю тебе всего хорошего И до свидания Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!